Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистое Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благо и человека любясь. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. по учению из беседы святителя Иоанна Златоустова «Слово и слово на Новый год». Происходящие сегодня дьявольские всеночные гуляния, шутки, бранные крики, ночные пляшки и смешные забавы хуже всякого неприятеля пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться и плакать, стыдиться, как согрешившими, так и не согрешившими, смотря на свои грехи, а другим, смотря на бесчиния, братья, наш город веселится, красуется и венчевается площадь, как любящая наряды и роскошная женщина. Сегодня заботливо украшается всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перечеголять своего товарища. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу, неспособную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большое влечет за собой вред. Есть только какое-то безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь, украшайся, то украшай не мастерскую, но твою душу, не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело. И владыка ангелов наградил тебя своими дарами. А хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть, смех в тех, которые мыслят несколько выше, и зависть, и великую ненависть в тех, которые подвержены тем же болезням. Но, как я выше сказал, такое соревнование заслуживает небольшого порицания, а более всего прискорбны состязания, которые происходят сегодня в гостиницах, «И преисполнено распутство и великого нечестия». Нечестия, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и веселье, то и весь год будет тот тоже. А распутство потому, что на самом рассвете и женщины-мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются с великой неумеренностью. Это несообразно с нашим любомудрием. Сами ли вы делаете это, или позволяете делать другим слугам, или друзьям, или соседям? «Неужели ты не слыхал слов Павла? Наблюдая эти дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас?» Послание Галатам 4 глава. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. И не только от безумия, но и от дьявольского влияния происходит та мысль, будто в делах нашей жизни надо бы нам полагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения и времена. Счастлив для тебя будет год по всем не тогда, как ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу, кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, то в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня, равный в счастливый день не займется теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойству самого дня, и таким образом он в том и другом случае будет терять свое спасение. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. Вино причинает шум, а слово прекращает смятение. Вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный. Вино веселее вселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости. Как правило, любомудрие презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным, ни богатства, ни власти, ни почести, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься от бедности, и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать, христианину свойственно праздновать, не в известном месяце, не в первый день месяца или года, не в воскресные дни, но всю жизнь спровождать в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит, «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но сопресниками чистоты и истины». 1 Коринфянам 5 глава. Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то послушай так по окончанию года, возблагодари Владыку, что он сохранил тебя от этого предела годов, сокрушись своим сердцем, ищи себе время твоей жизни и скажи сам себе, дни бегут и проходят, годы оканчиваются, много пути нашего мы уже совершили, а что мы сделали доброго? Суд при дверях, остальная жизнь клонится к старости, так любомудрствуй при начале новых месяцев, это приводи на память, при годовых кругообращениях, станем помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас, того же, что сказал пророк об иудеях, исчезли дни их в суете и летай их в смятении. Псалом 77. Такой праздник, о ком я сказал, постоянный, не ожидающий круговращений годов, но ограничивающийся известными днями, может равно праздновать и богатый, и бедный, потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Нет у тебя денег, но есть страх Божий, сокровище, лучше всяких богатств, которое не повреждается, не изменяется и не истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на землю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные растения, на всю человеческую природу, по мысли и об ангелах, архангелах, высших силах, вспомни, что все это богатство твоего владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого владыки был беден, если господин его милостив к нему. Наблюдать дни не сообразно с христианским любомудрием, но это дело языческого заблуждения. Ты приписан к высшему граду, прописан к высшему граду, принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света, переходящего во тьму, не дня, оканчивающегося ночью, но всегда день, всегда свет. Тогда будем стремиться, туда будем стремиться непрестанно. Ищите горнего, говорит апостол, где Христос сидит, одесную Бога. Послание к Колостинам, третья глава. Аминь. А не все, Господь. Кто готовился к Исповете, оставайтесь.